Добрый день, я рада, что вы снова с нами на нашем канале. Меня зовут Александра Попова, я юрист, специализирующийся на российском праве Шмихайского офиса международной юридической фирмы The Andrian Partners. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как регистрация товарных знаков в Китае. Итак, в Китае основными нормативными актами, регулирующими данный процесс, является закон о товарных знаках 1982 года и соответствующие руководящие положения о применении данного закона 2015 года. Если мне говорить о том, что является товарным знаком, конкретного определения в законе не предусмотрено. Однако, если мы будем смотреть свой закон, то оно, в общем-то, не отличается от того, которое предусмотрено в Гражданском кодексе Российской Федерации. То есть это обозначение основной функцией, которая является идентификация товаров и услуг производителей. Далее, переходя к процессу регистрации товарного знака. Для иностранных лиц, которые собираются регистрировать товарный знак в Китае, следует отметить, что закон предусматривает обязанность обращения данных лиц к специальной агентству по регистрации товарных знаков. В России наименование может являться название «Патентный поверенный». Итак, переходя непосредственно к процессу регистрации, ваше заявление подается в Департамент по товарным знакам Государственного торгово-промышленного управления. Средний срок регистрации составляет от 12 до 18 месяцев, почему именно данное значение, вы поверите чуть далее. Кроме того, следует отметить, что закон предусматривает обязанность обращения иностранных лиц к агентам по регистрации товарного знака в Китае. В России мы можем принять за аналогичное название «Патентный поверенный». Далее, для регистрации товарного знака, таким образом, вам не нужно будет самостоятельно подготавливать какой-либо пакет документов. Вам необходимо будет лишить соответствующую доверенность на имя данного патентного поверенного и передать ему необходимые данные о том, какой товарный знак, в каких классах вы желаете из-за средственной подачи вашего заявления, следует процесс предварительной проверки. Он включает в себя следующее действие. «Патентный поверенный, используя информацию, которую вы ему предоставили, а именно, как правило, это словесное обозначение и непосредственно изобразительное обозначение вашего товарного знака, проверяет их в совпадении с уже зарегистрированным товарным знакомом в Китае. Далее, если ваш товарный знак проходит эту проверку, то соответствующее заявление подготавливает соответствующее заявление и подает его в департамент. В связи с тем, что сам процесс проверки является достаточно субъективным, компания не может, компания и патенты поверенные не могут предоставить вам 100% гарантию, что в случае его прохождения ваш товарный знак в дальнейшем будет зарегистрирован. То есть, этим не стоит доверять тем компаниям, которые дают вам 100% гарантию регистрации вашего товарного знака непосредственно на моменте заключения договора о регистрации товарного знака в Китае. Далее. Итак, мы завершили процесс проверки и переходим к непосредственной подаче регистрации. Все эти действия будут совершаться вашим агентом. Как я уже говорила ранее, для регистрации вам потребуется лишь подготовить и произвести соответствующую процедуру легализации в отношении соответствующей доверенности. После успешной подачи заявления, обязанность, которая лежит на патентном поверенном, начинается с течения срока проверки. С законом закреплен срок 9 месяцев. В течение 9 месяцев в соответствующем департаменте его сотрудники будут отличаться аналогично зарегистрированных ему товарных знаков в Китае и наличие необходимой доли уникальности. Далее. В случае, если ваш товарный знак проходит данную проверку, наступает строк, когда департамент будет опубликует соответствующие уведомления. На открытом сайте, после чего будет пресекать срок, трехмесячный срок, в течение которого третьи лица могут подать претензии в отношении вашего товарного знака. Итак, мы суммируем 9-месячный срок, в течение которого департамент проводит внутреннюю проверку, дали 3 месяца, в течение которого третьи лица могут подать претензии в отношении вашего товарного знака, например, на нарушение прав на уже инвестированные товары, все 12 месяцев, о которых я вам говорила ранее. Суммируя время, необходимое на подготовку всех документов, мы получаем срок от 12 до 18 месяцев. Далее, по истечении данного срока, если третьими лицами не было подано никаких запретензий в отношении вашего товарного знака, департамент выносит соответствующее обедомление и публикует его на официальном сайте о том, что ваш товарный знак является зарегистрирован. После этого пациент на поверенные имеет право на получение соответствующего сертификата по регистрации товарного знака. В случае отказа от регистрации товарного знака департамент также публикует соответствующее обедомление на официальном сайте и у вас, как у заявителя, будет 15 дней на подачу соответствующего заявления на обжалование отказа в экспертную комиссию по регистрации товарного знака в Китае. Но возвращаясь в ситуацию, если ваше заявление было одобрено, вы зарегистрировали свой товарный знак. В течение какого срока действует защита вашего товарного знака в Китае? Срок действия регистрации составляет 10 лет. И каждый раз момент его истечения может быть продлен. Количество продлений не ограничено. Заявление на продление регистрации товарного знака может быть подано как за 12 месяцев до момента истечения, так и в течение полугода после момента истечения срока действия регистрации товарного знака. На этом я бы хотела сегодня закончить. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их нам на адрес, который будет указан в описании в данном видео. Также оставляйте свои комментарии. Кроме того, у нас есть более подробное руководство по защите право-тритарной собственности в Китае, которое вы также можете попросить. Присылайте у нас, написав соответствующее письмо на адрес регистрационной почты, указанном в описании данного видео. Благодарю вас за внимание и до скорых встреч!